Здравствуйте! Мы студенты Перского государства Медицинского университета Филианина Анна Валентиновна, Бурцева Екатерина Алексеевна и Бусарева Софья Юрьевна под руководством доктора медицинских наук профессора кафедры динекологии Черемисина Владимира Павловича подготовили доклад на тему «Проблемы и перспективы деторождения при синдроме Шерешевского-Тернира». Считается, что женщина с ШТ никогда не сможет стать мамой, но по данным литературы выяснено, что вероятность уступления беременности равна 3,6%. В 1960 году ученые впервые заявили о сохранной репродуктивной функции у пациентов с ШТ и корректипом 45Х0. Большинство женщин, которые родили ребенка при СШТ, имеют структурные перестройки Х-хромосомы или мозаичный корректип 45Х-46Х. Мозаичная форма СШТ составляет около 50%. 60% пациентов с моносомией Х-хромосомы мозаики по Х-хромосоме, а 40% из них по Х-хромосоме. Существует скрытый, невыявляемый традиционным методами цитоденетики мозаицизм по Х-хромосоме, предположительная стистика которого составляет от 2,4% до 48%. А чистота скрытого мозаицизма по Х-хромосоме колебалась от 0 до 61%. Генетический анализ также определил у некоторых пациентов корректип 45Х0-46ХУ. Вероятность стать мамой у женщин с мозаичным вариантом СШТ объясняется тем, что у них иногда может быть спонтанный пубертат и минархия, регулярный менструальный цикл. При этом пациенток и их родителей нужно своевременно информировать о возможностях медицины. Программы ЭКО могут осуществляться как с применением донорских яйцеклеток, так и с применением яйцеклеток самой пациентки. Но вне зависимости от того, чьи материалы используются донора или самой пациентки, необходимо позаботиться о сохранении репродуктивной функции заранее, так как СШТ характеризуется быстрой истощаемостью яичников. Поэтому девочке 13-15 лет нужно направлять в клинику репродукции для витрификации ацитов или к реконсервации ткани яичника на значение заместительной гормональной терапии. Также обязательно проводятся исследования уровней АМГ и ФСГ. Беременность и роды также проводятся на фоне заместительной гормональной терапии. Далее продолжит моя коллега. Известны результаты стимуляции яичников у 7 пациенток с ЭТОШ. У одной пациентки выявлена моносомия по X-хромосоме, у остальных различные варианты мозаичной формы. Возраст пациенток от 18 до 26 лет. Уровень АМГ колебался от 0,4 до 3 нгм. Получено от 4 до 13 ацитов. У всех пациенток заморожены зрелые яйцеклетки. В другом исследовании выяснено, что технические биопсии яичников возможно у 47 из 57 девочек с ЭТОШ в возрасте от 8 до 19 лет. У 15 из 57 пациенток были найдены фолликулы. У 6 из 7 девочек с мозаичной формой. У 6 из 22 со структурными хромосомными перестройками. У 3 из 28 с кариотипом 45Х. У 8 из 12 девочек с фолликулами отмечено начало первой менструации. И у 11 из 19 со спонтанным пубертатом найдены фолликулы. Чаще всего фолликулы обнаруживались у девочек в возрасте 12-16 лет. Низкий уровень ФСГ, высокие АНГ и выраженная стадия пубертата связаны с обнаружением фолликулов. Далее продолжит моя коллега. В Дании в период с 1973 по 1993 год было проведено исследование с участием 410 пациенток. 49% женщин имели моносомию по Х-хромосоме, 23% мозаичные формы и структурную аномалию второй Х-хромосомы, 19% обладали 45Х-46Х-х мозаицизмом и 9% имели кариотип 46Х-Х и структурную аномалию. 33 женщины с 45Х, 27 женщин с мозаицизмом и 5 женщин с 46Х и структурной аномалией второй Х-хромосомы родили 64 ребенка. Две женщины забеременели после ЭКО, в том числе пациентка с моносомией по Х-хромосоме после донорства яйцеклетки. Получается, что у 31 пациентки около 7% была, по крайней мере, одна спонтанная беременность, но 48% женщин с кариотипом 45Х-46Х имели 45Х менее, чем в 10% клеток. 6 из 25 детей имели хромосомные аберрации. Случаев синдрома Дауна не было, и только у двух детей были пороки развития. Вероятность родить здорового ребенка равна примерно 40%. Французы осуществили перенос 151 эмбриона по программе донорства у ацитов 73 пациенткам. 38% женщин имели моносомию Х-хромосомы, а у остальных были различные мозаичные кариотипы. Наступило 39 беременностей, 23 из которых завершились рождением живых младенцев, 11 выкидышей, 1 октопическая беременность. Пациентка с эпилепсией умерла, и 3 беременности прервали по медицинским показаниям. Секреты успеха вспомогательной репродуктивной технологии. В РТ невозможно без заместительной гормонотерапии, которую нужно начинать с 12-13 лет. Эстрогены обеспечивают развитие молочной железы, внутренних половых органов роста и профилактику остеопороза. Если нет признаков полового развития, то нужно начинать заместительную гормональную терапию с малых доз и в течение 2-3 лет дозу повышать. После 2 лет от начала монотерапии эстрогенами или с появлением менструально подобной реакции необходимо терапию дополнить прогистином. Из-за малых размеров матки проводить перенос только одного эмбриона, и при использовании ацетов пациентки необходима преимплантационная генетическая диагностика. Спасибо за внимание.